Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Татьяна выходит из биоробота, становится рядом. Мы на месте. Мы приветствуем Татьяну. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе? Наперед сеанс. Но ей немножко как будто страшно. Она смотрит по сторонам, накивает головой. Татьяна, вам нечего бояться. Вы обратились к нам за помощью. Мы те, кто помогает. Она знает, но она не думала, что это будет целая комната с приборами, с установками разными. Ну мы серьезно подходим к своей работе. Хорошо. Визуально посмотри, что-то мешает, Вера, сканирование? Не мешает. У нее просто размыто лицо, как искажено. Больше ничего не мешает. Вот такой инкуб делает. Сейчас разберемся. Даю команду, значит, риск, сканирует пространство над головой Татьяны, под ногами 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии, любые воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьму. И ответственность за эти подключки, воздействие энергии, притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложниками. Один, два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел Татьяны, находит все. У нее в ногах какой-то красный круг. Красный круг. Хорошо. И это бес. Бес. Его круг? Да. Хорошо. Дальше. Джин. Джин. Инкуб. Инкуб. Лизард и арахноид. О, лизард и арахноид. Пять интерферентов. Хорошо. Какой у нас бес? Восемь. Присутствуешь в жилье, где живет Татьяна? Он кивает. Хорошо. Какой у нас Джин? Пятнадцать тридцать два. Хорошо. Ты тоже в квартире присутствуешь? Он присутствует в помещении. В каком помещении? Ну, он показывает помещение, и там комнаты разные. Работа, что ли? Или квартира? Нет, это или дом, или разные комнаты где-то в разных местах он присутствует. Хорошо. Он присутствует в доме. Инкуб. У тебя есть что-то в доме? Нет. Лизард не присутствует в доме. И арахноид. Ты в доме присутствуешь? Он отпускает потомство. Я не совсем сейчас понял. Он присутствует в доме или нет? Сам нет. Он распространяет потомство. То есть он сидит в ней, но распространяет потомство из нее, что ли? Да. Куда она двигается, он распространяет потомство из нее. А, то есть с кем она встречается, люди получают от нее арахноиду. Да, она переезжает, перемещается. Хорошо. Но здесь, в принципе, добавить нечего. Татьяна, квартиру не хотела чистить, поэтому у меня по квартире сегодня никаких вопросов к вам нет. Начинаем работать. Даю команду тонкой копии Татьяны спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, сущности каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Татьяне. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Бес, сколько ты присуствуешь в этом биополе? Год и три месяца. Один и три года. Джин, сколько ты присуствуешь в этом биополе? Семь месяцев. Семь месяцев. Сколько присутствует инкуб в этом биополе? Двенадцать лет. Двенадцать лет. Лизард, сколько ты присуствуешь? Четыре года. Такие все долгожители. И арахноид, сколько ты присуствуешь в этом биополе? Два. года два года хорошо ждем окончания реверса но здесь принципе контракты ни у кого не должно быть ни у кого у кого есть контракт спросить должен молчат реверс закончился ну молчат я то проверю устанавливай фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса татьяна забирайте чистые светлые божественные энергии обратно пошла энергия божественное чисто 123 все что не похитили все что не изъяли до последней капли возвращает татьяна себя обратно на хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно усилий потоки в 50 раз хорошо без как-то на нее воздействовал каким действием ты ее принуждал с этим красным кругом злость она нам показывает что она злится и как будто ногами топает до ярости бесконтролированной ярости ну я надеюсь что татьяна не попадет в такое состояние когда она будет не контролировать свою ярость потому что тогда войдут все и повыше войдут джин как ты воздействовал на нее нашли показал вообще помещение пойма это или дом или или дом где квартиру про он показывает просто комнаты комнаты и он разбрасывает там свою распыляет хорошо но как ты воздействовал именно на нее тянул он с нее деньги с ней тянул он показывает как он тянет эту пыль она идет по кругу от него него к ней и через руки уходит хорошо джин ответственность любитель что круг от него к ней и опять к жену такой овал возвращается из этих энергий понятно заставлял ее больше работать своими энергиями она платила за всю эту работу а в конце концов было и не не прибавлялась и не убавлялась то есть она в постоянной какой-то финансовом постоянном вот это вот каком-то состоянии да вот как вот этот овал тянет в таком она состоянии хорошо причина нехватки финансовых средств это джин чтобы были в курсе он затруднял вам получение денег материальных средств хорошо мы все забрали начинаем с вытаскивания того что осталось начинаем с арахноида арахноид выходи вытаскивай все что я оставил биополе у тебя потомство есть биополе все собирай вытаскивай возвращайся назад и доклады о готовности к проверке проверка будет проведена скэнером несколько миллионов герц если вдруг кто-то что-то оставит или забудет он может сгореть в этой клетке у нее на голове на затылке как гнездо такое арахноида а там он выращивается тяжесть у нее на голове была это она точно должна была чувствовать арахноида очень при прекрасно чувствуется когда он присутствует биополе его энергии его перемещения скажи-ка там там были головные боли и мигрени арахноида нет там была тяжесть у нее гнездо сзади и он распространял этих потомство там где она передвигалась хорошо плодовитый на наш идем дальше лизард выходи где ты сидел сердечная чакра горло и сердце горло сердце выходи вытаскивай свое гнездо как ты на него воздействовал как она тебя ощущала биополе слезы она расстраивалась сразу не реакция плакать было эти слезы вы вызывал ты или усиливал это переживание и они вызывали эти слезы он почему-то так вот так что у нее хрип какой-то был и она от беспомощности плакала вот это он вызывал хорошо и это идет как раз от сердца от чувств к горлу и эмоциональная как упадок у нее он приводил именно к слезам она очень много ему энергии давала этим этими слезами этими переживаниями он вытащил да он вытащил инкуб твоя очередь выходи снимай эту маску на лице это ты ответственна за то что она 12 лет не могла нормально себе партнера найти нет он показывает что иногда он замирал но он в ней оставался он как группируется и в ней внутри а потом в какой-то момент он расправлял и как отталкивал тот кто рядом это у нее такой маска у нее последние два с половиной года хорошо значит все видели со стороны с размазанными лицом да как мы вас было 27 даже эти цифры 27 понятно все понятно все он забрал а что он снимает 1 но он убирает маску маска да больше ничего нет есть у него вот это место где он сидел это низ живота и желудок хорошо все снял идем дальше джин те выходить не надо втягивайся всю пыль все что оставил в ее биопуль ничего не забывай все свои подключки наручники если есть все вытаскивай ты не хочешь потерять свою чулму правильно если вдруг что-то найду джин вытащил синие вот эти свои пыль хорошо переходим без выходи без вытаскивай свой этот красный круг который там стоит отключайся полностью скажи мне если в биополе татьяны лярвы или затемнение но от красного круга от этого на подошвах остались как такие как стельки он снимает я увидел готова есть лярвы указывает у нее одна левой ягодицы что-то торчит фантомная и там собралась энергия которая ее внимание забирает отвлекает и там она как шаром собралась вместе с этим фантомным что-то фантомное а как она туда попала ты в курсе без хорошо значит тебя интересует вот это то что у нее находится на левой ягодицы и не хочет затемнение ее внимание беспокойство там грусть у нее там много эмоций так он хочет их забрать или не на фантом не хочет а вот этот фантом не хочет все понял хорошо вытаскивай все эти затемнение возвращайся назад и на шее он показывает горло и там забираю от лизарда конечно тайн куб должен быть тоже оставить след внизу живота но темное затемнение он забрал хорошо все в клетке тогда даю сейчас команду на рассинхронизацию татьяны с бесом джином инкубом лизардом арахноидом и их артефактами пошла рассинхронизация до ста процентов заканчивается автоматически готова включая внутренний белый свет татьяне этим светом на выдавливает из себя все негативное патогены низко аббрационная остаточная энергия на частотах интерферентов и их подключек свет пошел энергия выходит формируется перед ней в шар до и шар открывая под шаром воронку в галактическое ядро шар уходит на переработку закрывая печатаю растворяю хорошо сканер просканируй сейчас левую ягодицу выведи эту опухоль или что там находится что там торчит выведет до ста процентов полностью и как это выходит зависает перед татьяной на это похоже что-то на шприц фантом он идет полностью на ногу то есть вот этот фантомная какая-то как белая прозрачная энергия на всю ногу захватывает это сейчас вышло все вместе и из ноги из ягодицы да хорошо давай поставим монитор сейчас и посмотрим откуда это все взялось на это укол прошел через тонкие тела и он как не проткнула он их сжал и давление перешло на физическое тело диск как спазм какой-то вот от того что он сжал их и этот укол проткнула что-то понятно ну проткнула и отключила но здесь не было злого умысла или какой-то нами намерение чужого связь разорвалась внутри энергетическая понятно хорошо этот шар висит сейчас открывая под ним хорошо убирая монитор открывая воронку в галактическое ядро под шаром шар уходит на переработку закрывая печатаю растворяя все идем дальше мы каналы отключили вера что-то я сейчас перескочил нет мы еще проверку не делали рассинхронизация рассинхронизация хорошо включаем внутренний белосвет татьяне этим светом на выдавливает из себя все негативное патогены низкая абрационная чужеродная остаточная энергия на частотах интерферентов и их подключек и фантомные боли которые у нее были в ягодице все это выходит из ноги выходит летит в этот шар здесь знаешь выходят мысли и фантом фантом такой конечно человек переживал долгие годы открывая воронку в галактическое ядро под шаром шар уходит на переработку закрывая печатаю растворяя и даю команду сканеру на контрольную проверку пошла проверка у нее нет подключек помогаемой энергии сжечь все каналы на счет 3 1 2 3 удар отлетает каналы открывая воронку в галактическое ядро канал улетает на переработку закрывая печатаю растворяя хорошо все прошли проверку первый раз буду отпускать я вам рекомендую всем уйти из квартиры где живет татьяна если вдруг она закажет проверку я чистку квартиры я вас найду с вами будет уже совсем другой разговор так как вы предупреждены что такое может состояться вот тогда я вас накажу первый раз я вас отпускаю арахнои тебе все понятно понятно готов уходить лизард все понятно готов уходить готов лизард открывается наверху два портала один на чистоте арахноида один на чистоте лизарда арахноид забирает что принес уходит на свою чистоту лизард забирает что принес и уходит на свою чистоту закрывая печатаю растворяя оба портала есть инкуб в это биополе ты больше никогда не придешь Если ты не хочешь осложнений, проблем, не приходи. Все понятно? Понятно. То же самое касается и Джина. Ты понял, Джин? Понял. Что тебе лучше собрать свою пыль, чтобы я ее не нашел. Если я ее найду, ты не хочешь, чтобы твоя чалма осталась в этой комнате диагностики? Я думаю, нет. И Бес. Тебя то же самое касается. Больше не приходи в это биополе. Все понятно всем? Да. Открывается внизу три портала. Один на чистоте Инкуба, один на чистоте Джина, один на чистоте Беса. Инкуб забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Джин забирает, что принес, уходит на свою чистоту. И Бес уходит на свою чистоту. Закрывая печаты, растворяю три портала. Под его красным кругом открывается воронка в галактическое ядро. Круг уходит на переработку. Закрывая печаты, растворяю. Готово. Поехали дальше. Клетка должна быть у нас пустая. Пустая. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Татьяна, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Я очень прочувствовала эту чистку. Каждый момент, начиная от интерферентов и дальше. Хорошо. Каждый момент очищения я чувствовала, как будто освобождалась от грязи. А сейчас я чувствую себя спокойной, радостной и счастливой. Отлично. После сеанса наш администратор перешлет вам наши рекомендации, что нужно делать после чистки. А также обратите внимание на то, что ваша квартира нечищенная. Вы слышали, кто у вас сидит в квартире. Я мог их только предупредить, я не имею права их вытаскивать без вашего согласия. Таковы правила. Будем возвращать вас назад, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую купе Татьяны в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и звенки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Субтитры подогнал «Симон»! Подписывайтесь на наш канал!